хорошо значит прошлый раз мы говорили про алгоритм rsa и про теоремейлеры поговорили да значит в этот раз и про линейные диафрагменты выравнений вот то есть что мы вообще к этому моменту знаем что было вообще ну вот мы что было мы выяснили кое-что поняли про кольцо вычетов по модулю n и поняли научились я надеюсь понимать какие там есть обратимые элементы какие необратимые когда это кольцо вычета в поле и доказали несколько теорем там про то как типа малый тюрем фирма тюрем вильсон и так далее про то ну вообще какие свойства есть у при вычислении чисел по модулю и вот даже попытались применить это такой в теории кодирования самой базе базовой и еще кроме этого мы научились решать немножко уравнений а именно таких линейных уравнений но я это все ничего не записываю так просто говорю вот линейных уравнений типа там ну давайте ну не буду уже писать неважно линейных уравнений типа а x сравнимо с б линейных диафантовых уравнений да линейные диафантовые уравнения вот в прошлый раз самом конце были и даже была китайская теорема об остатках про системы системы таких я бы сказал сравнений по модулю да ну вот и еще много чего было значит следующий кусок про теорию чисел это будет про мы решаем квадратичное квадратное уравнение вот сегодня и может следующий раз тоже продолжим еще будем говорить про квадратное уравнение по модулю вот и наверное да 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 все хорошо и наверное в какой-то момент будет самостоятельная работа уже я думаю что может быть даже на следующей неделе то что мы много всего уже прошли вот я думаю что на следующей неделе будет самостоятельная работа она скорее всего тоже будет просто во время семинара но по объему посмотрим запланируем это мы с антоном сам чем-то говоримся на следующей неделе контрольная работа по ну вот по всему что было то есть все что я сейчас перечислил вот да а то уже середина марта ну собственно да мы месяц месяц учимся по разным сайт контроля работы ну вот значит а сегодня ну такие квадратичные сравнения квадратичные сравнения значит ну о чем это о чем речь речь вот о чем что мы хотим решать как бы уравнение ну вот квадратное уравнение хотим решать а x квадрат плюс bx плюс c сравнимо с нулем по модулю по модулю p ну давайте простое p p простое тогда ну и давайте еще считать что а не делится на p потому что иначе p простое а не делится на p потому что если а делится на p то вот эта штука будет нулем ну вот первое слагаемое в смысле будет нулем и это уже будет не квадратное уравнение поэтому не так интересно в смысле это наш предыдущий то что мы уже вроде как умеем делать вот тогда если значит при таких условиях ну вот давайте посмотрим что с этим уравнением можно сделать но я хочу сказать что на самом деле можно сделать то же самое что с обычными квадратными уравнениями а именно вот сейчас мы найдем x там через дискриминант как обычно это в школе происходит значит найдем x ну более-менее как в школе значит ну как как это делается ну как домножим на 4а значит давайте домножим на 4а и сейчас будем выделять полный квадрат да там у нас получается 4а квадрат x квадрат плюс 4а bx плюс 4а c сравним с нулем ну я не буду писать по модулю п вроде у нас все по модулю п значит выделяем полный квадрат выделяем полный квадрат получается что-то вроде что там 2а x плюс b да квадрате что остается но остается еще ведь нам надо вычесть b квадрат и вот это вот 4а c согласны? ну как обычно ну значит что нам нужно дальше делать но дальше у нас есть значит у нас получилось такое уравнение получилось но собственно прямо как бы если вы вдруг помните что как решали квадрат на уравнение у нас получилась такая штука да и мы говорим значит что вот 2а x плюс b а как-то выражается через дискриминант через дискриминант который b квадрат минус 4а c да но как тут выражается тут вот сначала есть вот это выражение да и потом еще вот этот вот этот корень то есть можно сказать что 2а x плюс b то есть на самом деле смотрите если мы вдруг найдем 2а x плюс b такое что 2а x плюс b в квадрате равно правой части то все хорошо то есть я хочу сказать что мы свели решение вот такого уравнения к решению свели общее квадратное 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 уравнение к уравнению вида y квадрат сравнимо с d по модулю p ну вот где через y через y ну через y я обозначил где y вот это вот это 2x плюс b и d это b квадрат минус 4а c то есть нам хочется вот мы решали вот такие уравнения а теперь на самом деле нам достаточно решить такие уравнения если мы такое уравнение решим если мы y найдем то уж x мы через y через этот найденный y выразим потому что они связаны вот так вот линейно просто согласны да ну вот поэтому чтобы уметь решать любые квадратные уравнения нам нужно уметь решать такие вот простейшие квадратные уравнения вот такого вот вида то есть извлекать как бы корень из d да ну и если мы жили просто не по модулю p а просто так то мы говорили что вот там если d больше нуля то мы можем сказать что это будет плюс-минус корень из d что y это будет плюс-минус корень из d а что делать значит в когда мы живем в кольце вычетов по модулю по модулю p ну вот давайте разбираться значит то есть опять же теперь решаем уравнение y квадрат сравним с d по модулю p ну или давайте все переобозначим чтобы были буквы попроще давайте скажем что у нас теперь уравнение не такое а вот такое просто что ну давайте я сразу напишу давайте я смотрю вот это а напишу решаем уравнение x квадрат сравнимо с a по модулю p где это а это уже другое а это другое другое а чем было ну просто произвольное а вот и ну определение что как бы не для любого а ну как и в случае просто целых чисел и действительных чисел не для любого а такое уравнение имеет решение если мы живем над полем действительных чисел то а должно быть больше нуля например чтобы просто уравнение x квадрат равно а имел решение вот а в этом случае специальное определение есть что те а для которых такие решения существуют называются квадратичными вычетами то есть если существует если существует решение уравнения x квадрат и сравним с a по модулю p то а называется квадратичным вычетом квадратичным вычетом по модулю p по модулю p так определение окей да или или нет то есть если существует если существует решение как бы аналог такой что аналог такой что уравнение x квадрате равно а над r существует решение тогда и только тогда когда а больше либо равно нуля да вот то есть аналог квадратичных вычетов как бы над полем действительных чисел это вот а больше а больше либо нуля это 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 такие а для которых у такого решения есть у такого уравнения есть решение а если мы живем в zp то ну вот мы пока не знаем какие а какие именно а для каких именно а существует решение но мы называем их квадратичными вычетами ну давайте пример да пример ну например значит пусть поравну 3 и мы решаем ну там не очень много чисел по модулю 3 у нас есть там 1 или 2 ну или 0 с 0 понятно 0 как бы 0 всегда квадратичный вычет потому что 0 в квадрате будет сравним с 0 поравну 3 давайте я выпишу значит set 3 это 0 1 2 0 конечно квадратичный вычет квадратичный вычет так как x квадрате если мы сравним с нулем пишем это значит что x x просто равно нулю но по модулю 3 теперь 1 и 2 значит решаем уравнение x квадрате сравним с единицей по модулю 3 есть ли решение уравнения ну да 1 и 2 да то есть это x равно 1 и x равно 2 значит действительно 1 квадратичный вычет так ну и теперь контрольный вопрос а двойка является квадратичным вычетом или нет если мы если мы возьмем квадрат у нас получается 4 по модулю 3 это 1 то есть формально мы же нашли не 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 тут главное не запутаться теперь мы смотрите мы решали уравнение с сначала мы решали уравнение вот такое x квадрат сравним с 0 потом мы решали уравнение x квадрат сравним с единицей а чтобы понять является ли двойка квадратичным вычетом нам нужно решать уравнение x квадрат сравним с двумя по модулю 3 с двойкой по модулю 3 есть ли решение такого уравнения нет да значит Нет решений. Нет решений почему? Потому что мы только что перебрали. Если мы 1 возводим в квадрат, получается 1. 2 мы возводим в квадрат, получается тоже 1. 0 возводим в квадрат, получается 0. Значит, нет решений. Следовательно, 2 не квадратичный вычин. Окей? То есть 0 всегда квадратичный вычет. 1 у нас получился квадратичный вычет, а 2 квадратичный не вычет. Еще обычно говорят квадратичный не вычет. Квадратичный не вычет. Ну давайте с пятеркой разберемся. В смысле с P равно 5. Z5 0, 1, 2, 3, 4. Ну с нулем опять все понятно. Давайте дальше с единицей. Твойкой, тройкой, четверкой. То есть мы изучаем уравнение. X квадрат сравнимо с единицей. X квадрат сравнимо с двойкой. X квадрат... Ой, сравнимо с тройкой. И X квадрат сравнимо с четверкой. Ну давайте. Получается 1 и 4. Да. Тут получается 1 и 4. Дальше. Дальше. Какие еще из этих уравнений имеют решение? Последнее. Да, вроде последнее имеет решение. И какие решения? Ну двойка очевидно, да? 3. А еще что? И 3, да. И 3, да. 3 квадрат и 9 по модулю 5, 4. И тройка. Но кажется, мы можем легко сделать вывод, что вот у этих двух уравнений нет решений. Правильно? Потому что мы, когда у нас есть 4 числа ненулевых. 1, 2, 3, 4. И они, ну вот 1 и 4 дают в квадрате 1, 2 и 3 дают в квадрате 4. Значит, 2 и 3 мы никак не получим. Значит, тут нет решений. Все нормально, да? Да. Ну, следовательно, следовательно, 1, 4 квадратичные вычеты. Ну давайте 0 не считать, потому что 0 это неинтересно. Квадратичные вычеты. А 2 и 3 квадратичные не вычеты. Так, вопросы. А как мы поняли, что 2 и 3 не являются? Смотрите, мы смотрим на решение вот этого уравнения. Есть ли у него решение? Мы говорим, у него решений нет, потому что какие у него могут быть решения? 1, 2, 3, 4. Но мы берем, по очереди их возводим в квадрат. 1 в квадрате это 1, 4 в квадрате это тоже 1, 2 в квадрате это 4, 3 в квадрате это 4. 2. 2 не получается. Никогда. То есть чтобы блок перебрали? Да, да. Окей. 2 никогда не получается. Аналогично 3 тоже никогда не получается. Ну вот, значит мы поняли, что нет решений и это значит, что по определению они не вычеты. Понял. а 1 и 4 это квадратичные вычеты потому что существуют решения уравнений вот такого и такого так еще вопросы просто больше не хорошо на самом деле вот смотрите тут такое если так внимательно посмотреть то тут видно что у нас всегда у нас простое без нуля у нас по минус один чисел это четное число и вот тут и для z равного и для p равного 3 и для p равного 5 у нас получилось что бы половина является вычетами а половина нет вот оказывается всегда так вот у нас есть по минус один чисел не нулевых и из них половина для половины есть решение вот таких уравнений а для половины нет и это мы скоро поймем что докажем что существует но ровно половина вычетов половина не вычета но для начала нам нужно немножко к этому подготовиться у нас квадратичные вычеты получились только не не простые составные это случайность или нет это не случайность в том смысле что смотрите если у нас есть какое-нибудь число ну там не знаю посмотрим на p равное чем угодно на 13 какое-нибудь большое число и посмотрим на какой-нибудь не знаю там девятку да 9 очевидно будет квадратичным вычетом потому что если мы решаем уравнение и складается сравним с девятью то у него конечно есть решение 3 умножить на 3 и так любой квадрат если мы возьмем то есть вот про составные это как бы не очень не совсем понятно но вот если мы будем брать полные квадраты они конечно будут являться квадратичными вычетами то есть и 4 и 9 они будут являться квадратичными вычетами вот значит 9 очевидно но вообще любой квадрат любой полный квадрат является квадратичным вычетом ну да мы рассмотрели кольцо вычетов по 13 и посмотрели на девятку или на четверку да они обязательно будут квадратичными вычетами потому что мы два можем ну мы берем двойку возводим в квадрат получаем четверку значит двойка решения вот такого уравнения на самом деле даже можно пойти дальше да как бы можно брать например ну ладно это мы потом сейчас обсудим когда будем доказывать но вот это утверждение понятно про то что любой полный квадрат является квадратичным вычетом хорошо но вот перед тем как доказывать теорему нам нужно такое утверждение которое опять же похоже на то что про утверждение про обычные числа если про уравнение над обычными над целыми числами ну или над действительными числами это то что называется теорема лагранжа теорема лагранжа но она вот про что что но вы наверное знаете ли вы вот так как вы знаете ли вы что если есть многочлен степени n ну например с действительными коэффициентами то у него не более чем n корней да это вот известное утверждение мы сейчас докажем его аналог для многочленов по модулю с коэффициентами по модулю п но и просто вычисляем их по модулю п значит но действительно если что у многочлена я скажу так над zp значит коэффициенты 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 и переменные из zp не более p корней не более n извините корней не более n многочлена степени n степени n не более n корней то есть что у нас есть у нас есть какой-то многочлен степени n a n x степени n плюс a n минус 1 x степени n минус 1 плюс и так далее плюс 1 x плюс а 0 и у нас все значит а 0 1 и так далее а n это какие-то числа zp и x это тоже zp и мы решаем уравнение что эта штука сравнима с нулем тоже по модулю п то есть ищем все корни вот ну да и мы говорим что еще мы хотим сказать что а n не равно нулю да но опять же что а n не делится на п чтобы это был многочлен степени n значит а n не равно нулю по модулю п ну вот такое утверждение то есть как мы тут как бы немножко явно не явно но видите мы не то чтобы им пользовались но вот тут действительно у наших у нас были уравнение второй степени них было два решения вот здесь например да больше не могло быть это нормально будем доказывать индукции по n индукция по степени индукция по n но базу индукции как если n равно 1 и у нас уравнение значит база n равно 1 и уравнение а 1 умножить на x плюс а 0 сравним с нулем по модулю п значит по простой значит у нас у всех элементов есть обратно иначе мы можем домножить на обратно и вот будет одно решение равносильно x равно минус а 0 умножить на а 1 минус 1 согласно так но если что-то что-то смущает то скажите тут мы как бы активно пользуемся тем что что уже во что уже поверили ну предположение пусть пред для всех многочленов степени меньше n верно пусть для любого многочлена степени меньше n доказано что у него не больше чем n корней ну возьмем многочлен степени n возьмем ну вот наш многочлен из условия например многочлен степени n и пусть у него хотя бы одно решение есть но если нет решений то окей все хорошо пусть x0 какое-нибудь решение пусть x0 какое-нибудь решение какое-то решение а там должно быть надо было написать не равно да ну так правильно теперь да согласны да 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 ну спасибо да должно было быть написано что не ровно 0 чтобы он был многочлен степени действительно n они меньше тоже чтобы он был в многочлен степени 1 они меньше ну вот ну и сейчас на самом деле на самом деле я что-то не сказал это сразу на самом деле мы будем делать то же самое что когда если вдруг вы когда-нибудь доказывали что многочлен над действительными числами может не бить не больше чем n корней то мы делали то же самое и сейчас мы сделаем то же самое то же самое рассуждение работает и в zp в общем пусть x0 какое-то решение мы говорим что то есть то есть a n x0 в степени n плюс a n минус 1 x0 в степени n минус 1 плюс так далее плюс a1 x0 плюс a0 равно нулю ну зануляется давайте посмотрим тогда на такую разность давайте скажем что мне надо было обозначить как-нибудь давайте многочлен обозначим через f от x возьмем многочлен степени n f от x ну вот равный a n x степени n значит и рассмотрим как обычно f от x минус f от x0 напомню что ну вот это вот f от x0 которое равно нулю f от x минус f от x0 это вот это равно нулю значит это просто равно f от x но это может быть не так важно а важно что это равно давайте распишем чему это равно значит a n x в степени n плюс и так далее плюс a1 x плюс a0 минус ну вот то что тут написано чуть-чуть сверху так ну я прошу прощения что может быть немножко занудно но просто хочется убедиться что действительно все работает мы ну смотрим на эту разность тут что-то сокращается а именно 0 сокращается а дальше можно разбить на такие слагаемые собрать с одинаковой степени вот мы собираем одинаковые степени получается a n x в степени n минус x0 в степени n плюс a n минус 1 ничего хитрого не происходит x минус x0 вот такая получилась штука ну дальше я утверждаю что тут можно вынести за скобку x минус x0 значит можно вынести x минус x0 за скобку почему потому что тут есть формула сокращенного умножения как бы они верны и в zp тоже да так как есть формула сокращенного умножения формула сокращенного умножения а именно что x в степени k минус x0 в степени k это x- x0 умножить на все что там остается x в степени k-1 плюс x в степени k-2 плюс x в степени k-3 плюс так далее плюс x плюс 1 согласно так вы еще живы все хорошо хорошо мы все понимаю отлично ну вот значит выносим выносим осталось недолго выносим x минус x 0 за скобку и тут остается какой-то многочлен значит что-то остается давайте я вот это всю большую ну вот тут как надо было написать получше вот это равно это вот это равно вот и но остается какой-то многочлен умножить я напишу на g от x где какая степень многочлена g от x минус 1 да потому что мы ну вот из этого слагаемого осталось степени минус 1 а из остальных еще меньше поэтому степень этого g минус 1 но отлично значит у этого же не больше минус 1 корня а значит у исходного многочлена f а это что мы преобразовывали я замечу мы преобразовывали вот эту штуку а это есть f от x на самом деле потому что f от x 0 равно нулю потому что x 0 корень да поэтому у нас получилось вот такое равенство x минус x 0 умножить на g от x равно f от x где степень многочлена g равна минус 1 значит у него не больше минус 1 корня значит f не больше n корней окей следовательно уф не больше ну и минус 1 плюс 1 корней потому что плюс 1 еще этот x 0 нас добавился не больше n корней так но я считаю что все доказали аккуратненько вообще не придерешься вопроса что 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 вы говорите ну окей окей хорошо но в общем это было может быть немножко скучно я прошу прощения но вот работает работает то что работало для многочленов над над полем просто действительных чисел но такое немножко техническое утверждение но нам нужно чтобы дальше доказывать прикольную теорему значит прикольная теорема такая теорема ну вот которая обещана что есть p минус 1 пополам квадратичных вычетов то есть для любого p в zp ну простого простого в zp есть ровно p минус 1 пополам квадратичных вычетов квадратичных вычетов и ровно p минус 1 пополам квадратичных не вычетов квадратичных не вычетов и тут но тут придется немножко попотеть значит смотрите сначала доказательства сначала давайте посмотрим на на самом деле ну то что мы начали уже обсуждать немножко про полные квадраты ну вот мы решаем значит мы думаем мы думаем я напомню над уравнением x квадрата сравним с а да думаем над таким уравнением и думаем как бы для каких а у такого уравнения есть решение но как было верно замечено если мы в качестве x берем 1 2 3 4 и так далее и просто возводим его в квадрат то то что получается будет квадратичным вычетом то есть вот заметим заметим что 1 в квадрате 2 в квадрате 3 в квадрате ну и так далее сейчас мы поймем до какого момента и так далее это квадратичные вычеты потому что существует решение уравнение x в квадрате сравнимо с 1 в квадрате x в квадрате сравнимо с 2 в квадрате x в квадрате с 3 в квадрате и так далее какие решения на просто 1 2 3 и так далее до уравнений так согласны ну вот все эти числа они будут так в как в нашем примере там я говорил пара на 13 вот у нас четверка у нас было четверка и девятка они все являлись являлись квадратичными вычетами потому что это 2 в квадрате 3 в квадрате потому что есть решение таких уравнений просто мы берем 1 2 решения и этих уравнений 1 2 3 и так далее да это в смысле я я говорю как бы самые очевидные вещи просто они могут быть не очевидны потому что тут какие-то сложные слова там вычеты не вычеты но вот вопрос только до какого момента я беру эти квадраты ну например да вот давайте пример но п 13 слишком много давайте возьмем по равное 7 вот мы берем 1 в квадрате 2 в квадрате 3 в квадрате 4 в квадрате давайте уже запишем что это такое на что-то 1 это 4 это 9 значит сколько это 16 сколько тоже 2 значит 5 в квадрате 4 до до 4 6 квадрате 1 да вот видите мы как бы то есть мы можем брать их в принципе взять их все но понятно что разных ну то есть непонятно еще но мы как бы поймем что разных чисел мы получим не очень много а именно видите мы получили 1 2 и 4 но и на самом деле опять мы поняли то есть из этого рассуждения мы поняли что 1 2 и 4 попутно это квадратичные вычеты квадратичные вычеты вот эти вот 1 2 и 4 это квадратичные вычеты но опять же остальные не вычеты потому что потому что нет решения то что мы все перебрали как как в опять же вы замечали просто раз мы просто перебрали все квадраты вот и тут можно заметить что достаточно было взять ровно половину да вот мы дошли до тройки и мы уже получили все различные все различные квадратичные вычеты поэтому и тут я предлагаю брать до п-1 пополам в квадрате до п-1 пополам в квадрате дальше не нужно уже брать вот там же мы шли не до половины перебирали все числа ну да мы перебирали все числа но смотрите p равна 5 мы тоже можем написать что 1 в квадрате 2 в квадрате 3 в квадрате 4 в квадрате мы точно также можем написать что это 1 4 это тоже 4 это тоже 1 то есть мы все конечно возводим в квадрат но чтобы доказать то что пока мы пока мы не доказали теорему мы не знаем что их ровно половина но вот разные квадраты получаются только у первой половины 1 и 4 видите точно так же мы возьмем если ну хорошо если мы не поленимся возьмем 13 то так что-то мне кажется что не очень понятно что происходит понятно да ну хорошо но смотрите давайте я вот с одной стороны поленюсь с другой стороны не поленюсь я хочу сказать что у нас есть 13 минус 1 до 12 пополам 6 1 2 3 4 5 6 вот я хочу сказать что все эти квадраты дадут сейчас разные ответы по модулю 13 а остальные правые 5 дадут те же самые то есть это давайте не поленимся посчитаем 14 14 да отлично очень хорошо именно так что действительно действительно у нас каждые вот давайте допишем сейчас секунду что тут получается 12 12 12 ага и 10 10 да действительно у нас же каждый из этих чисел у нас 12 это минус 1 да то есть это минус 1 в квадрате это минус 2 в квадрате и они так вот как бы по парам действительно разбиваются ну и ну и в этих примерах то же самое все да в более меньших примерах когда там п 5 и п 7 ну и в общем случае то же самое у нас в точности то же самое получается в общем случае у нас есть числа 1 в квадрате 2 в квадрате и так далее до п минус 1 пополам в квадрате и они дают разные остатки остатки а все остальные вторая половина чисел ну вот п минус 1 пополам плюс 1 извините значит в квадрате и так далее до конца до п минус 1 в квадрате они будут давать те же самые квадраты потому что это просто минус числа из левой части числа из левой части в общем случае давайте так напишем что п минус 1 пополам плюс какой-то жи да это равно на самом деле ну ладно или я я так запутаю сейчас вас может быть и не запутаю равно что ну ладно давайте я не буду писать в этих символах просто скажу что они разбиваются на пару вот так он да на пару противоположных в общем случае числа разбиваются на пары противоположных противоположных а и минус а ну и они дают а в квадрате равно минус а в квадрате таким образом что мы уже поняли что что мы еще не поняли точнее мы не поняли вот такого утверждения почему вот здесь всегда будут получаться разные числа это как бы не очевидно вот почему вот здесь вот эти все числа они на самом деле разные тут вот действительно у нас получалось 14 разные числа 14 9 3 12 10 тоже все разные числа если это понять что тут всегда получаются разные числа то тогда мы все поняли мы теорем доказали да значит осталось понять почему почему все 1 в квадрате 2 в квадрате 3 в квадрате и так далее по минус 1 пополам квадрате разные если мы это поймем то на что получится у нас получится по минус 1 пополам разных квадратичных вычетов и других точно нет потому что мы перебрали вот здесь все возможные x когда мы решали уравнение x в квадрате сравним с а согласны что согласны ли вы что осталось только вот это доказать мы можем предположить противное то что у нас два числа в квадрате будут от давайте один результат получается они отвечают сейчас да 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 ну давай запишем на простому числу что дальше действительно пусть предположим противно допустит не так сейчас я просто запишу что вы говорите значит пусть это не так То есть i в квадрате сравнимо с j в квадрате, где значит i и j, ну давайте считать, что, не знаю, там, i больше j, неважно, да, i больше j, и i и j они лежат от единицы до по-1 пополам. Тогда, да, что вот с этим делать? Ну, тогда их разница отвечает на корень из p, наверное, или они отличаются друг от друга на число кратное p. Ну да, давайте что-нибудь такое напишем, что i в квадрате минус j в квадрате сравнимо с нулем. Может, я разложить просто на две скобки, получается, что у нас будет два отделителя на 0. Да, что получается? А у нас p это простое, а значит, такого не может быть. Да, у нас p простое, значит, делителей 0 нет. Значит, это значит, то есть делителей 0 нет, делителей 0 нет, следовательно, единственный случай, это либо i равно j, да, ну, то есть либо обе скобки, либо первая скобка равна нулю. Такого не можно, ну, мы взяли их разное, да, не бывает, ну, как бы, не знаю, противоречит условию, да, давайте так напишем, противоречит условию. Либо и плюс g сравнимо с нулем. Почему такого не бывает? Потому что мы берем от единицы и до p минус единицы деленное на 2. Да, 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 да. И что нам это дает? Потому что если мы возьмем минимальное число, мы получим 2, а 2 сравниваем с p, где получим 2? Ну, короче, мы можем взять и и ж минимальное, и тогда мы не получим 0, да, или взять p минус 1, ну, максимальное и и ж, и тоже не получим число кратное p. Ну, да, у нас как бы слишком, мы же живем, у нас и ж, давайте, если написать, тут 1, 2, 3 и так далее, p минус 1 пополам, потом p минус 1 пополам плюс 1 и так далее, да, p минус 1 пополам плюс 2. Если ты берешь p минус 1 и единицу, это мы доказываем в самом начале, то справа и слева совпадают квадраты, а ставки попадают. Ну, вот мы взяли, у нас и ж, они где-то здесь лежат, да, и ж, они где-то здесь. И в сумме они p никак не дадут, потому что они оба меньше, чем p минус 1 пополам. Ну, либо то, что вы говорили, тоже правильно, да? Просто и ж слишком маленький, чтобы в сумме дать p. Не бывает, так как и ж слишком маленький, чтобы в сумме дать p. потому что они вот отсюда. Согласны? Да. Ну, вот. Ну, или потому что мы уже обсуждали, да, что противоположные, они вот тут разбиты на пары. Минус, если i у нас где-то здесь, то минус i, он живет где-то вот здесь. Но, да, ну, в любом случае это тоже, одно и то же. Хорошо, значит, мы поняли, что все вот такие ребята разные. Значит, мы предъявили p минус 1 пополам квадратичных вычетов. Вот они, эти квадраты. Ну, то есть, лучше говорить, вот они, да, вот они. и других нет, потому что мы, как вы много раз уже замечали, перебрали все возможности. мы взяли все возможные иксы и повозводили в квадраты. А я забыл, а почему делителей нуля нет? Ну, что просто? Почему тут нет делителей нуля? Потому что мы живем в zp, где p простое. Потому что это поле, и там все элементы обратимые. Там всегда можно найти обратный, всегда есть алгоритм эвклида. Все там, все, все они взаимно просты. С p. Как это? Смотрите в предыдущих сериях. Ну, отлично, супер. Видите, мы, так, я считаю, что мы все доказали. Это довольно крутое утверждение, которое, на первое, совершенно не очевидно. Но вот, когда, на самом деле, вот мне кажется, вот это действительно очень такая объясняющая картинка, да, вот тут все очень хорошо видно, как это работает. И, в общем случае, работает точно так же. Вот мы это доказали. так, так, А, у нас еще есть время, отлично. ну, вопросы. Нормально. Хорошо. Тогда, дальше, 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 дальше докажем такое утверждение, полезное для вычислений, но для приложений. Как называется, кстати, это теорема, мне кажется, которую мы доказали, ни имени, никого, просто теорема такая важная. Значит, утверждение. если А, ну, пусть, точнее, не такое эквивалентное сейчас будет, А квадратичный вычет, квадратичный вычет по модулю П, по модулю П, тогда и только тогда, тогда и только тогда, когда А в степени П-1 пополам сравнимо с единицей по модулю П. Значит, зачем вообще что-то такое говорить? Какое-то эквивалентность такую, причем тут А возводится в какую-то очень сложную большую степень, но, опять же, это часто бывает полезно для вычислений. Это еще один, это типа такое, какое-то утверждение, типа малая терема фирма, что-то такое, мы что-то в большую степень возводим и можем что-то понять про число. Потому что на самом деле, ну вот, давайте, замечание такое, что если у нас есть какое-нибудь уравнение, мы решаем уравнение х-квадрате сравнимо с чем-нибудь, да, там, не знаю, с 91 к какому-нибудь модулю большому, то по модулю, не знаю, 17, да, то мы, конечно, знаем, что есть половина по модулю 17 квадратичных вычетов, половина не вычетов, но там сходу понять, ну, ладно, про 91 по модулю 17, может, мы и быстро поймем, но глобально не то, чтобы это простая задача вот так взять все и перебрать, а это некоторый дополнительный критерий. Вот. Значит, это я так, в смысле, пытался тут вот этим красным справа и пытался объяснить, зачем вообще такого рода утверждения формулировать. Ну, а если мы верим в то, что это просто интересно само по себе, то вот такое эквивалентное определение квадратичного вычета получается. Значит, ну, хорошо, пусть, в какую сторону доказать, давайте сначала сверху вниз, пусть А квадратичный вычет. Значит, пусть А квадратичный вычет, то есть что? То есть существует решение уравнение, уравнение, то есть существует решение уравнения х в квадрате сравним с А по модулю П. Ну, пусть х0 решение, значит, пусть х0 решение. Решение, следовательно, значит, х0 в квадрате сравнимо с А по модулю П. И что нам нужно понять? Нам нужно понять что-то про А в степени П-1. Ну, вот это вот, вот это доказать. Ну, давайте возведем в степень П-1 пополам. Раз нам это нужно, то давайте возведем. Возведем в степень, вот это верное равенство слева, в степень П-1 пополам. Ну, что получится? Слева что получится? х в степени П-1, а это 1. Да, слева получится х0 в степени П-1 пополам, х0 в квадрате в степени П-1 пополам, то есть это х0 в степени П-1, это сравнимо с единицей. Ну, а справа А в степени П-1 пополам. Да, это просто по малой теремии фирма. По малой теремии фирма. В смысле вот это. Отлично. Ну да, все, значит, в одну сторону доказали. Теперь доказываем в обратную сторону снизу-вверх. Значит, давайте докажем, ну, как мы знаем, теперь мы знаем вот это, хотим, значит, знаем вот это, хотим доказать, почему А квадратичный вычет. но смотрите, давайте посмотрим на это уравнение. Точнее, давайте посмотрим даже на другое уравнение, опять на малую теремию фирма посмотрим. Давайте рассмотрим А в степени П-1. Мы знаем, что по малой теремии фирма это сравним с единицей по модулю П. Ну, как вот из этого получить вот это? Ну, в смысле, что-то похожее на это. я бы разложил как разность квадратов. В смысле, я бы сказал, что это равно что это А в степени П-1 минус что это А в степени П-1 минус 1 сравнимо с нулем. А дальше П-1 четное число. То есть, это уравнение вида в степени 2К минус 1. поэтому А в степени это А в степени К-1 на А в степени К-1. Поэтому это А в степени П-1 пополам минус 1 на А в степени П-1 пополам плюс 1. Вот. Дальше что мы знаем? Смотрите, как бы мы говорим, что давайте теперь нам что-то доказывать. Давайте предположим противное, наверное, вот как. То есть нам пусть теперь предположим противное. Предположим противное. То есть, что А в степени П-1 пополам минус 1 сравнимо с нулем, но А квадратичный не вычет. Квадратичный не вычет. Вот. Тогда что получается? может ли такое быть? Вообще? Наверное, не может. Да, но вот как-то теперь надо понять, почему. У нас есть как бы ну вот как-то тут надо прийти к противоречию. какие будут предложения? То есть, смотрите. о чем мы предположили если А в степени П-1 равно изменится. Помогу на жар. Мы тоже сами написали. Нет, нет, смотрите, ну как мы у нас доказываем мы вот эту стрелочку наверх. Поэтому мы говорим, что у нас нам известно вот это, а предположили, что это не вычет. А, все. Ну смотрите, тут логика такая, что вот это всегда работает, да? Это всегда верно. А может мы с этого начали, да? Ну, потому что это малотерем фирма. Значит, вот это как бы всегда верно. Ну, по сути, типа А в степени П-1 это, грубо говоря, А в квадрате. Ну да, да, да. Ну вот мы так и расписали тут. Ну смотрите, вот это всегда верно, значит, вот это тоже всегда верно для любого А. Что А вычет, что А квадратичный вычет, что А квадратичный не вычет. Но теперь мы поняли, как это можно написать? То есть, что А квадратичный не вычет, понятно, что это х квадрат равно А квадрате. Ой, равно А. А если А квадратичный не вычет, как это написать? Ну вот, как бы пока никак. Пока у нас... Да, это вы хорошо говорите, но в смысле если А квадратичный не вычет, то мы можем сказать, что никакого позитивного утверждения нет. Мы говорим, что у нас нет решения такого уравнения. Но тут мы как раз... Смотрите, что получается. Может быть, я запутываю, потому что не с той стороны начал говорить, но тут на самом деле все написано. Вот если А... Мы только что поняли, что если А квадратичный вычет... Еще раз, вот это то, что красным введено, всегда верно. Теперь если А квадратичный вычет, что значит, что всегда верно? Что вот тут есть произведение скобок, которые равны нулю. Значит, либо одна скобка равна нулю, либо другая скобка равна нулю. Но если А квадратичный вычет, то левая скобка равна нулю. Да. Давайте я, может быть, чтобы вас не путать, пока вот это все обведение сотру. вот это мы наставим. А вот это пока зачеркнем. Давайте пока не предполагать противное. Вот смотрите, если... Давайте я так напишу, что если А квадратичный вычет, следовательно, зануляется левая скобка. Зануляется левая скобка. Только что доказали. Только что доказали выше. Да, да. Более того, сколько решений у левой скобки? Ну, сколько корней у левой скобки? П-1 пополам не более. Ну, не больше. С одной стороны, по Тереми и Лагранжи их не больше, чем по минусу 1 пополам. С другой стороны, мы знаем по минусу 1 пополам корней левой скобки. Значит, с одной стороны меньше либо равно П-1 пополам, а с другой стороны мы знаем ровно мы знаем с другой стороны знаем П-1 пополам корней. Это квадратичные вычеты. Так, согласны? Отлично. Теперь смотрите. Пусть А… Вот мы все еще призываю смотреть вот сюда. Значит, теперь это верно для любого А. И квадратичного вычета, и квадратичного не вычета. Если мы взяли квадратичные вычеты, то они обязательно зануляют левую скобку. Это мы уже поняли. Ну, возьмем какой-нибудь не вычет. Для него вот это тоже будет верно, то, что синим обведено. Значит, он должен занулять правую скобку. Да, да, да. Ничего не понятно? Нормально, нормально. Если А квадратичный не вычет, то для него все равно А в степени П-1 пополам минус 1 на А в степени П-1 пополам плюс 1 равно 0. Почему? Если А квадратичный не вычет, он не может занулять и первую скобку тоже. А потому что мы знаем, что у первой скобки по Тереме Лагранжи не больше, чем П-1 пополам корней. А с другой стороны, мы знаем все П-1 пополам корней, мы знаем, что все квадратичные вычеты ее зануляют. Значит, больше их нет. Мы знаем. и он не зануляет левую скобку. На самом деле, это значит, что уже мы пришли к противоречию. Он не зануляет левую скобку. Следовательно, зануляет правую. То есть, мы даже больше доказали, чем требовалось в утверждении. Смотрите, утверждение мы уже доказали, потому что что мы поняли? Мы поняли, что если мы доказывали вот здесь вот где? Вот здесь снизу вверх, мы сказали, что пусть выполнено вот это и пусть А квадратичный не вычет, тогда мы только что поняли, что квадратичный не вычет не может занулять вот эту штуку. Значит, противоречие. но мы более того поняли, что он не только не зануляет, что квадратичный не вычет не только не зануляет вот эту штуку, он еще и зануляет вот где она тут у нас, вот такую штуку. следовательно, мы доказали утверждение и более того, доказали, что А квадратичный не вычет, тогда что-что-что-что-что? Где мы словили противоречие предположения противенам. Ну, потому что, смотрите, вот здесь мы поняли вот здесь вот-вот-вот-вот-вот-вот противоречие. Мы сказали, пусть он не вычет, и тогда поняли, что он А в степени по минус 1. Если А не вычет, то А в степени по минус 1 пополам минус 1 не может быть равно нулю. А оно у нас по условию было равно нулю. Вот это действительно это противоречие при доказательстве. Нормально? Да, простите, я как-то начал вот с той стороны, поэтому, может быть, немножко запутал, но зато мы доказали сразу два утверждения. Еще и про невычеты тоже доказали, что доказали вот такое утверждение. Ну да, да. Вот. Отлично. Значит, но это такое как бы хорошее, хорошее критерие того, что число является вычетом или не вычетом. Так, у нас еще есть немножко времени. Ну, давайте добьем как бы попробуем добить тему про квадратичные вычеты и не вычеты, а именно есть такая штука, которая называется, то есть, на самом деле, есть алгоритм, как понимать, является ли число квадратичным вычетом или не является. Можно вопрос? Да. Мы сначала сказали, что квадратичный вычет, а потом сказали, что это не квадратичный вычет. Потому что это, ну, смотрите, да, да, это я говорю, что мы как бы разбираем все случаи. Вот здесь мы начали разбирать все случаи. Тут первый случай, это как бы если А квадратичный вычет, а потом если А квадратичный не вычет. мы поняли что если но просто мы такие два следствия что если а квадратичный вычет то зануляется левая скобка а правая не зануляется а если а квадратичный не вычет то наоборот зануляется левая скобка ой наоборот я все перепутал занулять левая скобка а если квадратичный не вычет то зануляется правая скобка левая не зануляется да 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 хорошо значит давайте давайте действительно ну вот у нас еще есть сколько-то времени давайте осознаем попробуем алгоритм по которому можно понимать является ли число вычетом или не вычетом он довольно простой значит существует алгоритм алгоритм определение определение является ли квадратичным вычетом не вычетом тут к сожалению или к счастью ну вот чтобы упростить рассуждение еще одно определение нужно значит определение это символ лежандра символ лежандра что-то у меня же не получилось записывается так это такое странное я не всегда не очень понимаю зачем так сделал но но в общем так сделано он пишется так а делить на п и в круглых скобках это вот такой символ это вот символ лежандра ну это одно целое да вот это вот это вот такая вот это такая запись одно целое а делить на п и в круглых скобочках все значит что такое символ лежандра он равен нулю если а делится на п он равен минус единицы если а квадратичный не вычет и единицы если а квадратичный вычет пока совершенно непонятно зачем такое еще новое определение значит минус 1 если а квадратичный не вычет но по модулю п и единица если 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 пока совершенно непонятно зачем такое еще одно определение мы уже и так но оказывается с ним очень удобно работать квадратичный вычет по модулю п ну вот почему с ним очень удобно работать потому что у него такие замечательные свойства есть сейчас мы их поймем свойства то есть весь алгоритм будет основан на свойствах этого символа лежандра которые довольно простые ну например значит ну первое если у нас есть вот такой символ равен нулю потому что kp делится на п пересекаться то что если например а одновременно кратно п и а одновременно вычет ну нет да у нас мы когда говорили про вычета мы ноль выкинули из рассмотрели у нас ноль не нищета не участвует да это все таки не пересекающиеся определение корректно а значит теперь второе а плюс б вот такая штука я утверждаю что это а по п плюс б по п я честно говоря даже не знаю как его правильно произносить но наверное точнее я знаю наверное это а по п значит символ произносится он вот так вот мне кажется мне кажется что так символ а по п ну символ лежандра а по п вот утверждается что символ а плюс б по п это а по п плюс б по п почему ну 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 а слушайте может я не нет давайте так давайте так давайте так не будем говорить давайте я по-другому напишу я так не хочу но это сейчас мы запут замучаемся запутаемся сейчас я перепишу такое нам не нужно а давайте вот так вот а вот так давайте вот так значит что мы хотим ну ну хорошо свойства один то есть но почему символы совпадают то есть что нужно проверить нужно проверить что нужно проверить то существо что решение уравнение x в квадрате сравнимо с а плюс кп по модулю п существует существует давайте слайны что существует тогда и только тогда когда решение давайте еще и по-русски напишу что существует решение уравнения тогда и только тогда когда существует существует решение уравнения согласны ну чтобы эти два символа были равны нужно вот такое проверять правильно ну да и то самое когда не существует решение ну ну да но это я имел ввиду когда написал тогда и только тогда в смысле что у них если у одного есть решение то у другого должно быть решение если у одного нет то у другого нет да потому что тогда они оба будут равны либо единице либо минус единице нормально то есть если есть решение о вот у такого уравнения и такого уравнения то оба эти символы равны единице если нет решений то оба эти символы равны минус единице плохо когда по-разному такого не должно быть по идее да да получается ну вроде бы это правда ну потому что км это 0 да потому что просто эти два уравнения они одинаковые совершенно значит ну это правда так как уравнения совпадают по модулю п просто одинаково уравнение потому что это плюс кп вообще это 0 короче говоря поэтому действительно очевидное свойство такое номер 2 хорошо но так свойство 3 свойство 3 мы только что доказали а именно а по п это а в степени п-1 пополам да то есть надо посмотреть совместить а три штуки совместить вот это вот это и наше предыдущее утверждение где оно тут было вот это вот и соответственно его вторую часть которую мы доказали вот это да согласны вот отлично значит так ну хорошо нормально опять мы как бы тут очень активно пользуемся содержанием предыдущих серий точнее даже текущей серии но из это очевидно из всего что было это значит просто прямое следствие ну как следствие прямое не прямое следствие последнее утверждение последнее утверждение и определение хорошо что дальше и последнее ну не последнее но еще одно важное свойство это то что если есть а б по п то это а по п умножить на б по п ну я бы сказал что это очевидно из предыдущего так как значит а б по п это а б в степени п-1 пополам а а по п это а в степени п-1 пополам а б по п это б в степени п-1 пополам согласны значит вот это умножить на вот это дает вот это то есть это по свойство 3 так ну и теперь короче говоря еще два свойства которые мы не будем доказывать потому что они доказывать потому что они доказываются реально сложно вы будете справить или доказательства нет нет они правда сложно доказываются ну в смысле правда сложно доказываются ну а значит пять и шесть без доказательства не 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 но в смысле они правда сложно доказываются то есть это не то чтобы скучно или долго ну то есть они долго но еще и сложно действительно ну нет может и весело но так в общем любителя да мы знаем чему равно 2 по п значит 2 по п это минус 1 в степени п квадрат минус 1 делить на 8 то есть мы знаем для каких п двойка является квадратичным вычетом а для каким для каких квадратичным не вычетом я не знаю это диво смотрим и шесть значит пусть п кв это разные нечетные простые числа тогда верна такая ну в общем немножко загадочная формула значит тогда следствие п кв ну п паку это минус 1 в степени п минус 1 пополам п минус 1 пополам на купе то есть можно перевернуть они где-то используются да да сейчас мы это прям вам будем использовать а сколько у нас пара заканчивается скажите а 2 минуты отлично ну вот сейчас как раз мы за 2 минуты разберем примеры на этом закончим смотрите алга теперь я утверждаю что у нас есть пять свойств один два три четыре которые совсем простые вот они и пять шесть которые вообще непростые и значит мы теперь умеем вычислять что угодно например значит пример это значит давайте я напишу что свойства один тире шесть дают дают алгоритм вычисления символа лежандра каким образом может является квадратным вычетом ну да значит вот например но за 2 минуты не знаю успеем ли но тем не менее пример является ли является ли 53 например квадратичным вычетом по модулю вот у меня тут двести тридцать три извините то есть существуют ли решения у x в квадрате сравнимо с пятьдесят три по модулю двести тридцать три либо чему равен это все равносильные вопросы да чему равен пятьдесят три по двести тридцать три ну и мы будем отвечать на последний вопрос мы будем считать пятьдесят три по двести тридцать три значит что мы делаем но мы сейчас будем его упрощать с помощью свойств один тире шесть во-первых есть свойства 6 мы можем дов Are можем перевернуть 5 3 двести тридцать три это минус 1 в степени пятьдесят три минус один пополам на двести тридцать три минус один около двести тридцать три пятьдесят три замысляем потому что потом мы можем применить первое свойство второе свойство, точнее, и как бы поделить с остатком верхнюю часть на нижнюю, числитель на знаменатель. Так, тут нужно посчитать минус 1 в этих степенях. Это будет 1 или минус 1? Вроде не обменяется. 13 и нет, сейчас там же 32 пополам, 16. Это же четное будет. Да, это четное, поэтому просто это равно 233,53. Теперь делим с остатком 233 на 53. Значит, это было свойство 6. Теперь свойство 2. Делим с остатком. Сколько получается? Надо куда-нибудь поделить. Значит... 21, да? 45 на 34. Да, 21. Значит, получается 21,53. Видите, мы как бы уже значительно все упростили. Теперь 21 – непростое число, мы можем его на множители разложить по свойству какому? 4. Получается 353 на 753. Ну и теперь надо отдельно с ними побороться с помощью последнего свойства. Да, можем опять перевернуть, опять поделить с остатком. Значит, это равно минус 1 в степени 3 минус 1 пополам на 53 минус 1 пополам 53,3 и умножить на минус 1 на 7 минус 1 пополам 53 минус 1 пополам 53,7. Значит, что тут получается четное-четное, то есть все с плюсами и надо с остатком поделить. Что получается? 2 по 3 и 4 по 7. 4 по 7, да, вроде да, 4 по 7, потому что 49 делится на 7, а тут 51 делится на 3. Вот получилось две таких штуки, ну и все. А это мы уже можем ручками, ну это получается что? Это получается 2 по 3 умножить на 2 по 7 умножить на 2 по 7. Тут мы можем посмотреть на наши примеры выше, либо можем... Ну вот это вообще нам не важно, потому что если оно равно единице, если минус единица, тут они перемножаются, будет единица, да? поэтому нас интересует только 2 по 3, а это вроде минус 1, потому что 1 это 1, 1 это вычет, а по модулю 3 1 вычет, 1 не вычет, поэтому 2 не вычет, поэтому это равно минус 1. Все. 2 по 7, почему не важно? Потому что они перемножаются здесь. не, не, Макс, я все равно вопрос спрашиваю. Ну, в общем, мы еще будем тренироваться, но надеюсь, что что-то понятно. Так, ну хорошо, надо решительно заканчивать, да? Сейчас я остановлю запись. Что�문, оба гуйтесь, я ξерпися,